ну следующий вопрос это по поводу питания животного ну здесь я даже не знаю я настолько часто снимал эти передачи то есть отвечал на ваши письма по поводу того какой корм выбрать там натуральные готовые корма какие-то то есть как правильно все это дозировать как все это делать поэтому я считаю что лишним отвечать на то как кормить чем кормить но очень часто мне приходят такие вот вопросы я сейчас тоже объединил большую группу такой вопросов то есть вот смотрите люди пишут мне там называют какое-то конкретное название форма да вот пишут о том что кормят там ну допустим вот не так давно мне девушка написала она у нее щенок немецкой овчарки она стала кормить роял я конкретный случаясь поведу стала кормить роял к они нам там какой-то группы там для щенков юниор да и пишет что кормит по таблице но собака постоянно голодная то есть ну как голодный собака постоянно сжирает скажем так этот корм смотрит все время голодными глазами и вот она считает как она там хватает не хватает и что кормит она по таблице ну во первых давайте я вот просто скажу вам что я ну я не готов ответить вам на эти вопросы потому что я не знаю я не могу знать как конкретную какую-то линейку каких-то кормов конкретное название из этой линейки какая там таблица я не знаю массу вашей собаки я не знаю граммаж который вы даете именно конкретного вот этого корма сколько раз вы в день кормите собаку почему голодные глаза у собаки я оценить это не могу все это очень индивидуально вы смотрите рекомендованные данные скажем так которые написаны на вашем форме то есть если допустим вы там взяли там собаку щенка тогда и там во столько месяцев написано кормить столько во столько месяцев кормить граммаж столько папа папа по месяцам тоже там посмотрите в интернете куча данных сколько раз в день кормить щенка нужно какие перерывы тоже в этом во всем вопросе то есть по конкретному корму я вам сказать не могу как определить значит собака у вас накормлена не накормлена здесь смотрите на состояние своего животного то есть конкретная порода если это взрослая собака то есть ну начинает у вас собака толстеть да вы уменьшите этот уменьшите этот рацион собака начинает у вас худеть вы наоборот поднимите но тут тоже опять тут не надо так максималистами быть там сразу там на большое количество грамм поднимать тоже делайте все постепенно смотрите изучайте свою собаку как 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 узнать собака я про взрослую сейчас говорю собаку как потолстела она похудела давайте мы вот таким вот образом я вам сейчас покажу рик вот вот собаку вы посадили собаку да именно сидя нужно этот тест проводить не не лежа там не стоит никак а именно си и теперь вот здесь вот вот вы пальчиками берете за бачка это я про взрослые еще раз вам хочу сказать то есть вот здесь за бачка беретесь если вы молодец хорошо хорошо вот видите собака пришла я сейчас его попасть и он молодец его похвалил сразу же на хорошо улица если вы прощупываете ребра сильно прощупываете ребра они торчат у вас наружу соответственно у вас собака худая вам нужно добавить рацион если вы ребра не можете прощупать ну соответственно вам нужно этот рацион убирать где палочка вот вот я считаю что я ответил на ваш вопрос поэтому смотрите рекомендации по корму которые написаны у вас именно на упаковке взвешивайте свою собаку прощупываете значит как бы ребра ну еще раз хочу вам сказать что это нужно делать сидя не стоя не лёжа и так далее итак друзья ну вот я на 4 вопроса сейчас ответил ну вот все эти вопросы 4 до казалось бы простых таких вопроса 4 значит но я объединил я думаю что сейчас я ответил где-то на 800 на 900 однотипных вопросов поэтому заслужите доверие заслужите уважение 80 процентов ответов на ваши вопросы на канале уже присутствует поэтому проявите терпение просмотрите все ролики которые есть и я считаю что скорее всего вы найдете ответы на свои вопросы в моих роликах уже доверие уважение и будет у вас все в порядке с вами был канал я его хвост я его автор и ведущий олег спасибо